О вакцинации сегодня задумывается каждый. Кто-то записывается в поликлинику, кто-то выбирает мобильный пункт, ну а многим даже не приходится никуда ходить. Позаботиться об иммунитете можно прямо на рабочем месте. Так получилось и у сотрудников Ростелекома. Команда медиков приехала прямо в офис. Это сделано для комфорта самих прививающихся, а также для того, чтобы вакцинация стала массовой и эффективной. В начале стандартная процедура заполнения бумаг, общий медосмотр и если самочувствуем все в порядке, за считанные секунды человек получает надежную защиту от страшной болезни. Мотивация, желание обезопасить себя и окружающих есть у каждого. Я работаю с клиентами, часто соприкасаюсь с взаимодействием с разными людьми, поэтому, чтобы обезопасить и себя, и их, я решила привиться. Массовая вакцинация здесь стартовала в начале июля. Это уже четвертый и далеко не последний визит медиков. Сейчас процедуру прошли 50% сотрудников, порядка 300 человек. Цель, как и везде, 60% для коллективного иммунитета. Эту отметку планируют перейти уже к концу месяца. А чтобы развеять сомнения тех, кто еще колеблется, проводят разъяснительную работу. Регулярно на территории филиала мы проводим встречи с специалистами, экспертами, медиками, для того, чтобы наши сотрудники смогли напрямую в режиме онлайн задать все вопросы этим людям и получить на них соответствующие ответы, для того, чтобы снять все возможные домыслы о вакцинации. Кроме того, мы понимаем, что сотрудники Ростелекома очень часто взаимодействуют с внешними контрагентами, партнерами и нашими клиентами. И крайне важно здесь быть ответственным не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих. Прививают здесь спутником ВИС. Сейчас многие уже получили оба компонента вакцины. На самочувствие никто не жалуется. В первые дни повышенная температура тела – вариант нормы. Ну и это быстро проходит. Зато теперь риски заразиться опасным вирусом. Крайне малы, а если это и произойдет, вакцинированные перенесут заболевание в легкой форме. Ирина Семенова, Евгений Фролкин. Народные новости.